Добрый день господа! Сегодня я хотел поговорить о том, кому нужна атомная энергетика. Этот вопрос мог показаться странным со стороны НИЯУ МИФИ, института, который всю свою жизнь, от самого создания до, я думаю, скончания, связан именно с атомной энергетикой. Сначала, конечно, с атомной бомбой, ну а сейчас и с тем, и с другим. Странно, что мы спрашиваем, зачем нужна атомная энергетика. Тем не менее, ситуация не так очевидна, особенно в нашем современном мире, когда все стали говорить о том, что атом, нефть, газ, ну и уголь, тем более, никому не нужен, а все можно добыть с помощью ветра, иногда солнца, ну может быть в крайнем случае приливных волн, ну или же то, что называется биотоплива, то есть отходов производства и того, что мы не съели или наоборот вырастили, а потом превратили в масло и бензин. Забавная ситуация. Раньше лишь пшеницы делали еду, а теперь, как говорится, и сои делают бензин. Ну, говорят, в некоторых ситуациях это выгодно и экономически обослованно. Поэтому наверняка вопрос про энергетику, он вопрос не только технический, но и экономический. Все мы знаем, что солнце большое, теплое и его на всех нас хватит. При этом то, что называется ископаемыми топливным запасом, газ, нефть, уголь, это все продукты деятельности того самого фотосинтеза, тех растений, тех лесов, которые когда-то было солнечным светом. На данной картинке приведены величины разной размерности, переведены мощности в тараватах и энергия в тараватт-часах. И, как это ни странно, но видно, что запасы того, что лежит в земле в виде газа, угля, нефти, они не так велики. Понятно, что вопрос всегда упирается в цену добычи тех или иных ископаемых, но устойчивой константой является то, что на 50 лет нам хватит того, что закопано в землю, а через 50 лет посмотрим. Через 50 лет откапываю что-то новое и так, в общем, продолжается уже, так сказать, примерно век. Что будет дальше, я не знаю. При этом запасы урана тоже ограничены, но не потому, что он возник благодаря солнечной активности, а потому, что столько просто его находится на земле в верхнем слое, может, там в ядре еще что-то есть, но в верхнем слое его не так много. А возник он когда-то давно, когда формировалась земля, 4,5 миллиарда лет назад, из того планетарного облака, в котором был в том числе и уран. Там, наверное, был не только уран, но и другие реактивные элементы, но все остальные распались, а уран, в общем-то, остался. При этом даже на землю, на землю, которая совершенно маленькая, мегроскопическая, падает 23 тысячи тераватт солнечного излучения, часть только из которой превращается в ветер, волны, всякие прочие явления, в реке гидро, которые текут и так далее, а большая часть излучается обратно в космос. То есть вообще то тепло, которое приходит из Солнца, мы тратим совершенно расточительно, мы его возвращаем обратно в космос, по большей части. Ну, правда, если бы этого не происходило, то у нас бы тут было бы жарковато. Вот, например, на Венере плюс 400 градусов, а в общем-то, она не то, чтобы так сильно ближе к Солнцу. Но там парниковые эффекты, мощные атмосферы, и в итоге, собственно, белые, опять же, белые, большое внимание, белые облака, Венера яркая белая планета. Поэтому, в общем-то, наверное, хорошо, что есть некий баланс, и это может быть отдельной темой нашего разговора, почему все-таки Земля не замерзает, и с другой стороны, она, наоборот, то, что называется, не испаряется, все океаны не закипают, как на Венере и так далее. Если бы Земля просто была бы белым, стеклянным или же ледяным шариком, то ее температура была бы примерно минус 17. То есть, если выбросить атмосферу, выбросить все компоненты, то вообще-то Земля замерзнет. И в некоторых современных теориях это рассматривается как то, что, к счастью, жизнь, в общем-то, спасла планету Земля от того, чтобы она стала просто ледышкой, такой сплошной, сплошным льдом, сплошной ледниками и прочими-прочими вещами. Так что то, что мы тут перепыхаемся, выпускаем парниковые газы, это, в общем-то, подарок для нашей планеты, иначе бы она просто замерзла. Ну, как Марс замерз, в общем-то, и целом сегодня. Там и воды нет, но, тем не менее, очень холодно. Так что спасибо, так сказать, всяким живым существам, и в том числе нам с вами. На этой картинке вы видите большое Солнце, маленькую Землю, маленький Юпитер, чтобы просто понять, что на самом-то деле, с точки зрения энергии, если бы мы думали о том, что мир наш рационален, правильно придуман, как-то странно устроен, то, вообще говоря, абсолютно большая часть солнечной энергии улетает в задушное пространство, в космос, для освещения галактик, для других планет, там, 10-26 степени. А ватт – это та мощность, которую имеет Солнце, вот как просто шарик горячий, спускающий во все стороны свет, и всего лишь там какие-то 23 тысячи тераватт – это то, что попадает на Землю. Поэтому большая часть солнечной энергии, конечно же, расходуется просто для того, чтобы на небе были звезды. Ну, как и других звезд тоже. Поэтому о том, что осмысленно, а что неосмысленно в нашей Вселенной, как-то спрашивают, не приходится. Надо довольствоваться тем, что у нас на Земле есть Солнышко, а куда уходит весь остальной свет, эти термолитные реакции, которые там протекают, непонятно. Ну, в общем, природа, она, видимо, настолько богата, что ей там 20 порядков мощности – это совершенно не жалко ради того, чтобы жили на планете Земля люди. Но нас-то Солнце мало устраивает. Еще недавно, лет 10 назад, мы не могли эффективно добывать энергию от Солнца. Ну, просто не было таких технологий. Неважно, ветер это был, или солнечная энергия, или еще что-то. Единственный способ, где мы могли использовать энергию Солнца эффективно – это были гидроэлектростанции. Они же работают, потому что идут дожди, а дожди идут, потому что светит Солнце. Ну, не было бы Солнца, не было бы дождей, не было бы круговорота воды в природе. Поэтому единственный эффективный способ добывания энергии, такой вот вполне зеленый, вполне, так сказать, восстановляемый – это гидроэлектростанции. Но сегодня их не относят к возобновляемым, когда говорят про источники, ну, потому что этот ресурс весь исчерпан. То есть практически все реки перегорожены, все каскады гидроэлектростанции построены, и то, что мы можем добыть, заставляя воду крутить турбины, мы, в общем, добываем. Поэтому здесь у нас нет особого ресурса и нет возможности добыть что-то, так сказать, новое, интересное и многое. На этой картинке приведены некие единицы – миллионы, эквивалентный тонн топлива, тераватты и прочие вещи. Чтобы просто мы понимали, что на следующих слайдах будут фигурировать то тераватт-часы, то миллионы тонн эффективного топлива. Это разные величины, но просто так принято, что когда вы говорите про топливо, которым добывают электричество, то полезно говорить про тераватты электричества. А когда вы говорите про отопление или про то, что корабль плывет, а машина едет, то там уже важно, сколько бензина вы потратили. И говорить про электричество бессмысленно. Измерять мощность двигателя можно, конечно же, в киловаттах, так и измеряют, в лоффативных силах по-разному. Но в итоге расход-то идет топлива, поэтому в разных областях поменяют разные величины. Ну так, на всякий случай, можно запомнить, что 1 гигаватт-час это 86 тонн условного топлива. Причем в данном случае нефтяного. Если бы это уголь был, то была бы величина в два раза больше. Уголь он менее калорийный, чем нефть и газ. Ну это отдельные есть таблицы, отдельные пересчеты. На данный график, на данный слайд я еще поместил картинку про суточное потребление, из которой следует, что вот еще давно, когда бумага была желтая в книжах, это картинка из старого учебника, потребление ночью и днем отличалось почти в два раза. А у энергии есть странное свойство, по крайней мере, у электрического, что мы не можем ее накапливать. Поэтому это была огромная проблема для всех энергетических систем, куда девать энергию ночью и где взять ее днем. И сегодня ситуация в этом плане мало чем изменилась, хотя многие эффекты, связанные с рачительным хозяйством, связаны именно с правильным распределением этих всех величин. Как видите, мы далеко не лидеры по потреблению электричества. Впереди всех Китай последние годы. Раньше были США, но Китай берет свое, и полтора миллиарда жителей того требуют. Индия тоже не сильно отстает, как видите, от Европейского Союза и стран СНГ. Здесь еще раз приведены количество потребляемых тонн энергии и электричества, но для того, чтобы увидеть, как сильно все это изменилось, ну, всего лишь навсего с 1973 по 2017 год. То есть вообще человечество пока что, вот именно как все человечество, оно активно увеличивает производство и электрической энергии, и простой энергии, и вообще, так сказать, энерговооруженность наша растет не под днем, а по часам. И пока конца этому не видно. Хотя, не совсем все так просто. Оказывается, некоторые страны уже, то, что называется, к 80-м, к 90-м годам, вышли на тот объем производства и потребления электричества, который их полностью устраивает. Хотя у них росло количество жителей, ну, приезжали, рождались новые люди. Тем не менее, вырабатываемое электричество оставалось на неком постоянном уровне. То есть, получается, что есть страны, в основном это вот как раз Евро, Европа и Америка, где в общем и целом все в порядке, причем давно в порядке, и с точки зрения энергии, и с точки зрения электричества, и плотности населения, ну, и многих-многих других факторов. А есть страны, которым мало электричества, которым не хватает его на душу населения, потребление в 10 раз меньше, может быть, чем у развитых стран. И они сегодня составляют большую часть человечества, и, скорее всего, они захотят, чтобы у них электричество было столько же, сколько в Америке. Ну, или хотя бы сопоставимое количество, но не в 10 раз меньше. Много данных по расчету, как мы тратим, из чего мы производим электричество. Здесь красненький выделена атомная энергетика. Как видите, она устойчиво присутствует во всех генерациях. Но, естественно, что доля атомной энергии в общем ресурсе всего энергооборота существенно меньше почти в 2 раза, чем в области добывания электричества. То есть, все-таки оказывается, что используя атом, хорошо и удобно добывать электричество, но не так удобно гонять авианосцы, подводные лодки, атомные ледоколы и так далее. Вернее, наоборот, выгодно, но невыгодно строить корабли и пароходы, а уж тем более паровозы, машины и прочие виды транспорта на атомной энергии. Там не получается. Нет возможности сделать маленький атомный реактор, который бы так хорошо и с таким большим образом КПД позволял двигаться. А вот построить большую электростанцию, типа той, которая была на первом слайде, мы можем. И там эффективно добывать электричество по минимальной сегодня цене. То есть, стоимость электричества на атомных электростанциях сегодня рекордно низкая. И то она стала такой большой именно благодаря усилиям ученых, которые, то, что называется, половина стоимости электричества сегодня это обеспечение систем безопасности. То есть, во времена Чернобыля, до Чернобыля, точнее, атомная энергетика и атомная электричество стоило в два раза дешевле. Но те риски, которые произошли, те изменения, которые мы пронаблюдали, те аварии, которые случились, заставили всех побеспокоиться, вложиться по полной программе. И сегодня, к сожалению, ну или к счастью наоборот, в данном случае к счастью, поскольку деньги это мало что решают, а жизни и катастрофа, они неприятная вещь, сегодня атомная энергетика стоит гораздо дороже, чем стоила в те времена, когда активно строились электростанции в Америке и в Европе и в России. Вверху приведен некий процент, показывающий, как многого в энергопотреблении человечества составляет электричество. Если в общем потреблении оно составляет 17%, то уже в конечном потреблении около 23%, ну в том, который мы реально используем, ну за вычетом всего остального, то есть получается, что из той энергии, которую мы используем, неэлектрической, вот электрической всего в 4 раза меньше. Ну в общем-то, очень важная часть, то есть и по общим тенденциям, скорее всего, эта вещь будет расти. А как вы видите, именно в электричестве роль атома максимальна. Лидерами по производству электроэнергии из атомных электростанций являются Франция, США, Россия. Скоро им станет Китай. Южная Корея тоже не отстает от жизни. Они являются сегодня главным конкурентом Росатома, потому что они умеют строить дешевые, хорошие и много электростанций, атомных электростанций в год. И строят. В разных странах китайцы тоже строят. Внизу приведена картинка, на которой видно, сколько нужно земли, чтобы построить электростанцию с мощностью 1 гигаватт. Как выясняется, всего 3 квадратных километра. Суточные батареи, чтобы то же самое сделать, необходимо 200 квадратных километров. А чтобы поставить ветряки, вообще-то говоря, уже по 1000 квадратных километров, то есть 30 на 30 метров. Километров нужна площадь. Довольно-таки большой участок. Европа, которая стала активно строить ветрогенераторы, столкнулась с важной проблемой, что если раньше их строили кто хотел и где хотел, поскольку ветер дует, то сегодня выяснилось, что постройка ветрогенераторов меняет розу ветров, то, что называется, меняет циркуляцию массовых потоков ветра. И сегодня уже Европа смотрит, а можно ли на данной горе ставить ветрогенератор, как это скажется на том изменении ветропотока, дождей и прочих вещей, которые происходят. То есть оказалось, что не так безобидно, если мы забираем часть энергии ветра и отправляем ее в электрическую форму. С ветром сложно. Он то дует, то не дует, то его много, то его мало. Поэтому проблемы не такие простые. У атомной электростанции тоже есть проблемы, ее нельзя выключить. Зато она может стабильно работать, обеспечивая то электричество, которое нужно всем и всегда. Тепловая электростанция включается и выключается очень быстро. Особенно та, которая работает на газе. Они экологически чистые и с точки зрения технологии быстро включаются. То есть те самые пики колебания потребления, о которых мы говорили, сегодня регулируются, в общем-то, как говорится, либо гидро, либо тепловым электростанцией. Атомные электростанции это не могут, а ветер сам создает еще большее флуктуации. Недавно Германия хвалилась тем, что они в новогоднюю ночь, когда все уже поели, попили и легли спать, у них вся Германия питалась от ветрогенератора. Но вообще это плохая новость, потому что это означает, что все остальные электростанции должны были быть выключены в это время. Или ветрогенераторы должны были нагревать то, что называется подземные специальные рекуператоры энергии, то есть просто нужно кипятить воду, греть землю. Ну что, куда девать энергию? Понятно, что у современного ветрогенератора можно изменить наклон лопастей, заставить его вращаться медленнее, генерировать электричество, то есть все это приходится делать. Но вообще хвастаться тем, что вы живете полностью на ветре сегодня ночью, когда все выключили телевизоры, то это фактически констатирует то, что ваша энергетическая система находится в состоянии очень, так сказать, трудноуправляемом. И риски, так сказать, ее выхода из строя достаточно велики, потому что слишком большие вариации, слишком большие мощности находятся под неуправляемым, так сказать, ну вообще говоря, генерационной способностью. Вообще, если говорить про то, что природа расточительна, то, как ни странно, водорода вокруг много, поэтому то, что называется звезд пока еще горит много, и вот возвращаясь к солнечной энергии, как к основному источнику энергии, можно говорить, что тут все в порядке. Вообще говоря, водорода хватит еще, ну где-то, так сказать, ну если не на 13 миллиардов лет, может быть даже на 25 миллиардов лет, ну в общем на 100 миллиардов лет, скорее всего хватит водорода и хватит светозвезд, чтобы нормально существовала земля. Наше солнце умрет, ему недолго осталось жить, там 5 лишних миллиардов лет, ну пойдем к другому солнцу, пригодим сюда, зажгем новые какие-то проблемы. Водорода-то много, я сейчас в данном случае не совсем шучу, потому что на интервале 5 миллиардов лет можно загадывать и мечтать о всем чем угодно. Но сегодня нам важно то, что вот я сказал, что действие атмосфер было невыгодно, а сегодня стало выгодно, и сегодня солнечные батареи в состоянии выработать электричество за время своей службы больше, чем потрачено на их производство. Это ключевой момент для всей зеленой энергетики, для всей возобновляемой энергетики, что вообще говоря, она может выйти на самоокупаемость. То есть вы построили солнечные батареи, с помощью выработанного электричества произвели новую солнечную батарею, поставили новую солнечную батарею, выработали еще электричество и так дальше. И если вы поработали электричество в два раза больше, чем нужно на производство батареи, то вы можете еще часть электричества продать, использовать его для постройки автомобилей, машин и прочего всего. Так вот, этот интервал был пройден совсем недавно, менее 5 лет назад, по разным типам солнечных батарей, поликристаллических, органических и так далее. Сегодня он пройден. Сегодня солнечная энергетика по солнечным элементам стала экономически выгодной. Она пока дорогая, потому что кроме солнечной батареи нужны еще преобразователи, постоянного тока в переменный ток, нужны аккумуляторы, которые работают ночью. И по общей совокупности она существенно дороже то, что называется атомной энергетики. Но зато у нее появилось интересное свойство, что она у нас такой сетевой характер. То есть если кто-то уже вложился, поставил у себя аккумуляторы, подключился к городской сети, то он может ночью брать из сети электричество, а днем отдавать в электричество в сеть. Так, собственно, в Европе и сделано. Можно продавать ту электричество, которую выработала твоя крыша, а ночью покупать электричество, которое тебе не вырабатывает твоя крыша. И это создает определенные преимущества для глобальной системы энергетического снабжения. Атомная энергетика всегда думала, что она будет главной. Ну, вернее, не всегда думала, но в 70-е годы прошлого века она думала, что она будет главной. Сегодня прогнозы стали гораздо более оптимистичными. И базовые сценарии развития обычных реакторов на обычном уране 38, которому по прогнозам тоже хватит примерно 50 лет, они говорят, что, скорее всего, 10-15% общего энергобаланса, а может быть чуть-чуть больше, будут делать атомные электростанции. При этом этот вывод базируется на таком важном замечании, что развивающиеся страны, в том числе Китай, они строят атомные электростанции. Сегодня они жгут уголь, но они говорят, что хватит сжечь уголь, давайте будем строить атомные электростанции, нам это выгоднее. И остальные страны развивающиеся строят. А вот развитые страны, у них немножко другая тенденция. Вот на этой картинке мы снова, как говорится, видим разные сценарии развития, причем, если в правом нижнем углу находится картинка с прогнозом 70-х годов, где такая эйфория от появления первых атомных реакторов, от их постройки, от мощности во всем мире, она говорила о том, что мы вообще все электричество будем добывать на атомных электростанциях. К сожалению, это не сбылось. И тот прогноз, который давали в 70-е годы, он недовыполнен почти в тысячу раз. То есть, сегодня, ну тут даже получается, ну да, примерно, нет, в 10 раз, прошу прощения, в 10 раз. То есть, был прогноз, что вообще мы не будем сжигать уголь, не будем сжигать нефть, а будем работать только на чистотную энергетику. Это не произошло. Причин много, и они разные. Я не хочу их все сегодня обсуждать, но тем не менее мы видим, что на 17-20% энергетики, в общем балансе, будут, планируют выходить все страны. И здесь есть одна важная деталь, связанная как раз с Россией и с НИЯОМИФИ. Это вот этот график, который находится вверху. Это прогноз развития с учетом включения в игру на атомном рынке реакторов на быстрых нейтронах. То есть, тех реакторов, которые позволяют пустить в топку, то есть, отправить на переработку 38-й уран. Раньше из 38-го урана добывали плутоний, ну для атомных бомб и для, так сказать, создания специального МОКС топлива синтетического. А здесь в реакторах на быстрых нейтронах предполагается, что этого урана 38-го будет производиться больше, чем будет тратиться плутония 39-го. Почти как с лучшими батареями. И можно будет запустить замкнутый ядерный цикл, так называемый, регенерацию топлива. И учитывая то, что 35-го урана всего полпроцента в обычном уране, а все остальное 38-й, то получается, что тех запасов, которые лежат на складах сегодня, у разных стран, Ну, правда, некоторые страны почему-то 38-й уран пытались использовать для изготовления бронебойных сердечников, снаряды. Но большинство стран так не делают, и они считают, что 38-й уран дождется более правильного применения, и он пойдет в реакторы, и пойдет на добывание электричества, превращаясь в плутоний. То, а если мы полпроцента, 100 поделим на полпроцента, получим немного не мало, как 200, а 50 лет он уже на 200, мы получим, так сказать, вполне таки хорошую циферку, которая равняется 10 тысячам годам. То есть, того урана, который сегодня исследован, обнаружен, может добываться по достаточно хорошей цене. Цена урана совершенно не определяет цену электричества, он там составляет доли процента, а все остальное цена, это цена самой электростанции, самой инфраструктуры, всех прочих вещей. Уран дешевое топливо с точки зрения энергии, то есть, цена за гектрокалорию копеечная, в сравнении с нефтью, газом и всем остальным. Так вот, этого урана, который уже есть на вкладах хранится, и того, который можно добыть, его хватит на 10 тысяч лет, при том энергопотреблении, которое сегодня присутствует. Ну, допустим, он вырастет в 10 раз, значит, туда его хватит, вообще говоря, на тысячу лет. Ну, допустим, мы полностью перейдем на атомное энергоснабжение, туда его хватит на 200 лет, что тоже совсем немало, потому что за 200 лет много чего может произойти, и мы поговорим об этом, какие новые источники энергии могут появиться. Таким образом, получается, что атомная энергетика сегодня находится в таком довольно-таки интересном положении, что либо она останется на уровне такой вот доли, которая небольшая, 10-15%, максимум 20%, либо все-таки она готова будет взять на себя бремя энергоснабжения всего человечества, электричеством в первую очередь, ну, а электричеством надо превратить во все, что угодно, и в тепло, и в бензин, и в водород, и в метан, и кого угодно. То есть, если у вас есть электричество, вы можете, то что называется, добывать водород из воды, то есть, путем электролиза. Да, это невыгодно, да, это плохой КПД. Но если у вас электричество завались, а газа нет, нефти нет, угля нет, или не хотите их сжигать по разным причинам, то спокойно добывайте водород из воды и используйте его в двигателях внутреннего сгорания. Никто не мешает. Совершенно экологически чистый продукт, выбрасывается вода, никаких проблем нет. Ни СО2, ни оксидов, ни азота, ничего. Идеальная ситуация. Тем не менее, дело не так просто. Потому что пока, что таких реакторов всего два, и оба не находятся в России, БН-800 и БН-600, и так далее. Но, тем не менее, мы говорим, что да, мы умеем и готовы предложить, так сказать, и такие реакторы, и сякие реакторы, и на Свинце, и на Висмуте, и так далее, и так далее. То есть, мы ведем работы и смотрим, как вы видите, далеко вперед, на 50 лет. Сегодня граница внедрения реакторов на бытовых, которые хоть отодвинута. Ну, потому что и сланцевую нефть откопали, и газ появился, и вообще некуда спешить. Зачем торопиться? Если всех устраивает та система, которая есть, то будем работать в рамках той парадигмы энергетической, которая присутствует. Тем не менее, еще раз повторяю, что прогнозы развития энергетики с сегодняшним ядерным циклом и с ядерным циклом, который захватывает 38-го уровня свой процесс, разительно отличаются. Как минимум в 10 раз. То есть, общий прогноз развития энергетики Земли, он меняется от того, появятся коммерчески выгодные, надежные, рентабельные, конкурентоспособные с современными тепловыми электростанциями реакторы на быстрых нейтронах. То есть, не просто атомные электростанции, а именно реакторы на быстрых нейтронах. Потому что только в этом случае, только в этом случае, уран и атомные электростанции обещают нас снабжение электричеством на ближайшие сотни лет. Если уран кончится через 50 лет, то не стоит суетиться, не стоит стараться все это делать. А если мы боремся за ближайшее тысячелетие, то тогда стоит повоевать, стоит побороться и вложить в это максимальное количество усилий. Прогнозов развития нашей цивилизации, как вы понимаете, строится много. И в этих прогнозах, как говорится, роль и нефтепродуктов, и синтетических топлив, и всего остального должна убывать. Должна растянуть роль возобновляемых источников. Ну, потому что так решило человечество. Решило, исходя из того, что одна большая авария на атмоэлектростанции, это гораздо хуже, чем 10, даже 100 маленьких аварий на ветрогенераторах, на солнечных батареях и на прочих вещах. Вот такое решение мы принимаем. Мы решили, что пусть будет много маленьких недоразумений вместо одного большого. И не важно, что те страны, которые сегодня строят атмоэлектростанции, говорят, что любая авария любого уровня, она не приведет к последствиям за пределами тех самых 30 километров, которые окружают атмоэлектростанцию. То есть, атомная энергия стала такой дорогой не только потому, что так улучшилась автоматика, улучшилась механика, улучшилась система защиты и многие-многие прочие вещи. Поэтому сегодня атмоэлектростанция строится в расчете не только на то, что на нее упадет какой-нибудь самолет, но и на то, что внутри нее будет взорван вагон взрывчатки. Такие эксперименты проводятся, естественно, численные, но они проводятся. То есть, люди пытаются проверить устойчивость атомной электростанции по полной программе. И конструкторы закладывают ее такую устойчивость, что чтобы не произошло до атомной электростанции, окружающие люди не пострадают. Это сегодня вот такое требование. Ну, понятно, что все равно аварии могут происходить, чтобы мы не придумывали, но цифры, которые стремятся, хотят, чтобы авария происходила на одной энергоблоке раз в 100 тысяч лет. Тогда, если на Земле будет тысяча таких блоков, сейчас их меньше в 10 раз, то одна авария будет происходить раз в 100 лет, крупная, типа Чернобыля, типа Фукусима и так далее. Ну, даже аварии, которые плановые закладываются, они не будут похожи ни на Фукусиму, ни на Чернобыль. Они будут локальными и просто будут приводить к выходу из строя конкретной атомной электростанции. В самом худшем случае, в самых тяжелых обстоятельствах, самыми злыми террористами, самыми серьезными падениями метеоритов и прочими, прочими, прочими вещами. С цунами, с землетрясениями. Ну, все, что можно представить себе, оно вот не приводит к таким глобальным последствиям. Даже желание человека взорвать атомную электростанцию и то блокируется сегодня на АЭС. Сегодня система ее делается так, что после запуска в эксплуатацию даже люди не могут ее взорвать. На Чернобыле, как вы знаете, они смогли это сделать. Сегодняшние электростанции не могут взорвать даже люди. Так вот все сделано. Специально, обращаю ваше внимание. Поэтому знаменитая форма Эйнштейна E равно mc2 является универсальным решением большого количества проблем. И действительно, мы можем добывать энергию не только путем деления, но и путем синтеза, в частности, того, который происходит на Солнце, без нашего участия, превращая его потом в электричество. И вот сегодня реально действительно два главных источника это явление в виде фотоэффекта, то есть фотоэлемента, солнечные батареи и радиоактивный распад, то есть деление урана, тяжелых элементов, самые легко доступные рабочие технологии, которые мы владеем по полной программе. Еще раз повторяю, владеем по полной программе. При этом в таблице Менделеева много разных элементов, как вы знаете, но далеко не все из них пригодны для того, чтобы добывать электричество. Можно из первого ряда элементов путем синтеза добывать свет и тепло, из последних рядов можно добывать путем деления. В середине находятся самые забавные элементы. Как вы понимаете, физики и химики любят шутить, поэтому у меня тут попалась случайно, пока я готовился к презентации, такая смешная таблица Менделеева, в которой все элементы приедут определенные психологические названия. Я не знаю, составили ее психологи или составили ее физики и с химиками, но вы понимаете, что в общем и целом мы с вами так или иначе придаем особый смысл всем выражениям. И вот я ее оставил на слайде для того, чтобы понять, что многие действия, которые мы совершаем, они придаются именно тем смыслам, которые мы вкладываем в те или иные события. И вот следующая часть моего рассказа будет касаться именно смыслов, именно тех целей, полаганий, которые закладывает сегодня человечество в те сценарии развития, которые оно считает рабочими и в которых атомной энергетике выделено 15-20% не более того. Потому что сегодня никто из тех, кто занимается прогнозами, кто рассчитывает и думает о нашем светлом будущем, он пока не берет в расчеты реакторы на быстрых нейтронах. Все говорят, что атом также исчерпаем, как и уран, как и нефть, как и газ, как и многие другие компоненты. И в этом плане очень важно обратить внимание на то, что так или иначе, но в тех процессах, которые строятся на развитии человечества в такой спокойной обстановке, очень большую роль по-прежнему занимает транспорт. То есть промышленность будет экономичнее, транспорт будет экономичнее. Но если мы посмотрим на распределение по проценту, то оказывается, что транспорт сегодня занимает около четверти энергопотреблений. Не только автомобили, это самый разный транспорт. И корабли, и пароходы, и самолеты в последнее время, очень много электричества, ну, в никакой смысле топливо потребляют. Вообще, чтобы пролететь на самолете из одной точки в другую, бензина нужно, керосина нужно гораздо больше, чем, как говорится, бензина для тепловоза, то есть, дизельного топлива для тепловоза или электричества для электровоза. Самолет, вообще, такой неэкономичный, неэкономный вид транспорта, но зато он берет другим, берет скоростью, берет, так сказать, удобством, комфортом и временем, который тоже стоит денег. Вообще, как это ни странно, но, вот, среди прочих вещей, вот, есть, так сказать, компоненты, связанные с нашей жизнедеятельностью. Вот, примерно, тоже четверть энергии, мы тратим просто на нашу жизнедеятельность. Здесь, хозяйство, тоже энергоемкая вещь. Чтобы вырастить мясо, тоже нужна энергия. Справа приведетная табличка, показывающая, что и как. Вот, дальше, графики я использую, из, так сказать, некого проекта, который был отработан нашими друзьями из Кулковой и Российской Академии Наук, которые обращают внимание, пытаются анализировать тенденции. Поэтому у них есть три сценария, и мы не будем их различать между собой, какой там инновационный, какой там энергопереворот и все остальное. Для нас они все равнозначны, потому что во всех этих сценариях атомная энергетика не является доминирующей. И в прогнозах, которые сегодня дают экономисты, они говорят, что ее будет вытеснять солнечная генерация. И 100 гигаватт солнечных батарей, они уже, то, что называется, появились, и существуют. И вырабатываемое электричество сопоставимо с атомным электростанциям. Хорошо это или плохо, трудно сказать, но это просто факт, который нельзя не учитывать. Тем не менее, политика и наша мотивация здесь играет огромную роль. Потому что киотский протокол, к которому не присоединились, присоединились далеко не все страны, и борьба с СО2, с забальным потеплением, мы не будем об этом сегодня говорить, они неким образом организуют всю деятельность и направляют ее в нужное русло. В этом плане атомные электростанции являются идеальной системой для борьбы с парниковыми газами. Потому что производство кремния, производство любых других систем добывания энергии из лета, это гораздо большее воздействие на экологию, даже с точки зрения энергооборота и многих прочих вещей. И поэтому, конечно, именно атомные электростанции могли бы решить все проблемы с глобальным потеплением кардинальнейшим образом. Но, пока, так сказать, им такая роль не предлагается. Обращая внимание на то, как и где строятся энергоблоки, мы можем увидеть, что сегодня, я уже обращал внимание, что Европа и Америка давно энергообеспечены. Они уже построили все нужные им электростанции и сейчас наступает время, когда они выводят их из строя. В правом углу находится график, где показывается, что электростанции исчерпали свой ресурс. И возникает вопрос для многих стран, для развивающихся его не стоит. Они будут строить атомные электростанции, они твердо в этом намерены, не фукусимы, не Чернобыль, ничто их не останавливает. Они говорят, что мы хотим жить хорошо, мы хотим, чтобы у нас было электричество, мы будем строить атомные электростанции. Это самый простой способ повысить нашу энерговооруженность и обеспечить такой же уровень жизни, как в других странах или хотя бы сопоставимый. А вот страны, которые развиты, которых все и так хорошо, они могут сегодня позволить себе не строить новые атомные электростанции, а разворачивать новые поля с ветрогенераторами, ставить солнечные батареи, делать миллионы солнечных крыш и использовать разные энергосберегающие технологии. Вот это ключевой момент во всей этой истории. потому что возобновляемые источники энергии, они неотъемлемо связаны с тем, что, вообще говоря, мы пытаемся энергию тратить более экономно. И это важный момент в этой всей истории, потому что, ну, понятно, что уголь мы не будем сжигать, нефть точно кончится, газ чуть-чуть позже кончится, по всем предположениям, опять же, никто не хочет от него отказываться, слишком удобное голубое топливо. Но атомная энергетика, как видите, красненькая, она идет своей ровненькой полосой, никуда не девается. А вот альтернативные источники энергии, изобновляемые, они растут и довольно быстро догоняют и обгоняют атомную энергетику по современным прогнозам. При этом, вообще-то, вот в сценариях развития и прироста, они, все сценарии, базируются на том, что человечество все-таки до 10 миллиардов вырастет, а дальше расти перестанет. 9,2 разные цифры называются. То есть, большинство тех, кто думает о будущем, говорят, что, скорее всего, нас будет на земле не больше 10 миллиардов в ближайшие, так сказать, 100 лет. Ну, а если 100 лет, то и дальше то же самое. Вопрос, кто это будет и в каких местах эти люди родятся, он тоже уже ни перед кем не стоит. И все понимают, что это будут те страны, в которых пока что нет электричества и нет, как говорится, никакой надежды на то, что оно появится быстро и легко. Поэтому, как вы видите, графики и развития и направления и внимания, оно именно так сосредоточено и в эту сторону направлено. Почему же некоторым странам, ну, развитым, удается избежать необходимости строительства новых атомных электростанций. Если мы посмотрим на Китай, то его рост ВВП, валового национального продукта, он сильно опережает добывание электричества и прочих энергопотреблений, которые у него были. Ну, а в США рост ВВП происходит с уменьшением энергопотребления. То же самое происходит в Швеции, Великобритании, Германии, в Японии. Почти не растет валовый продукт, но уменьшается энергопотребление. То есть, оказалось, что многие технологии позволяют уменьшить затраты электричества на ту же самую простую задачу, что просто перевести пассажиры из А в пункта А в пункт Б. И это несмотря на то, что поезда стали скоростными, что скорость перемещения со 100 км в час достигла 300 км в час, несмотря на сопротивление воздуха, что самолеты летают на правильной высоте, тратят правильное количество бензина. То есть, удивительнейшим образом, но расходы и на транспорт, и на производство, и новые технологии аддитивные появились, и меньше металла улетает стружку, и более экономично мы это обжигаем, его выплавляем, производим. То есть, мы научились не тратить просто так энергию, не сжигать понапрасну дрова и уголь. И это позволило при том же самом энерговооруженности, при том же самом запасе энергии производить больше продукции, а значит жить более хорошо. Старая система централизованного энергоснабжения, даже самая единая электрическая система, которая была в Советском Союзе и в ближайших странах социалистического Содружества, она никуда не делась и остается так или иначе в мире, хотя сегодня Европа, ЕС и Россия не являются единой электрической системой. Но, возвращаясь к тому, что электричество мы не умеем хранить, вот задача разумного энергетических сетей, смарт-сети и так далее, она сегодня стала очень актуальной и очень злободневной. И вот на картинке справа вы видите и как бы констатацию, что каждое домохозяйство становится некой точкой, которая может запасать энергию, а может ее отдавать. Есть такая известная шутка, что вот вы приехали на электромобиле в кафе, вы там пришли, заказали себе еды много, решили долго посидеть, попить чайку, посмотреть кино, включили на большом экране фильм, смотрите его, а администрация этого кафе видит, что к ним подъехал другой мужичок, который очень спешит, и им нужно срочно его, как говорится, неважно какой марки автомобиль, быстренько зарядить и уехать. А вы никуда не спешите, у вас полтора часа впереди, вы заказали большую ужину со всей семьей, приятно проводите время на веранде. Они используя энергию вашего аккумулятора, заряжают тот автомобиль, который должен срочно уехать. При этом вам дают скидку на электричество, потому что ваше электричество используется зарядки другого, а ему выставляют двойной тариф или полуторный тариф. Но он за 15 минут зарядился и уехал, а вы за полтора часа, сначала вы отдали свою энергию своего аккумулятора, а потом ее вернули за тот час, который вы продолжали наслаждаться жизнью. И вы спокойно едете заправившись. Создание таких локальных точек, когда электромобили становятся теми системами, которые аккумулируют электричество, сегодня обсуждается на полном серьезе. Поэтому если вы думаете, что вы свой электромобиль подключили в розетку, чтобы его зарядить, вы ошибаетесь. Очень может быть, давать электричество для того, чтобы метро ехало быстрее. Или еще что-то произошло. Или скорая помощь быстро зарядилась и поехала к больному. Потому что вы являетесь мощным источником энергии. Мощным локально находящимся в данной точке. И скорая помощь подъехавшись к вашему подъезду, поднявшись на три этажа выше вас, уедет от вас, уже зарядившись своим аккумулятором на полную катушку. Но вы разрядитесь за это время, но у вас до утра еще восемь часов и спокойно получите свое электричество обратно. То есть понимаете, что появление массового количества ездящих аккумуляторов решает кардинальную проблему локальной мгновенной мощности, которая необходима здесь и сейчас кому-то третьему, кому-то пятому. И это сегодня становится жизненной ситуацией, которая не мешает появлению электростанции, но электричества, которые тоже называются случайно и зависящие от большого количества факторов. Мы уже говорили, что в разных регионах по-разному потребляют электричество и разные прогнозы развития. Поэтому я не буду останавливаться более подробно на этой картинке. Я обращу ваше внимание, что даже самые пессимисты, даже те, кто не верит в реакцию на быстрых нейтронах, они не заворачивают, не прекращают, не атомная энергия вошла в нашу жизнь, будем надеяться, навсегда. Что бы ни происходило с любыми сценариями развития, сколько бы ни было впереди зеленой энергетики, скорее всего атомная тоже скоро станет считаться зеленой. Она просто традиционно считается атомной, а вообще-то она по всем критериям, по всем индикаторам, по уровню загрязнения среды, по уровню воздействия на окружающего пространства, она зеленее самых зеленых технологий. Так что скорее всего она с ней объединится и станет активно развиваться, не заморачиваясь на эту тему серьезно ни с кем никогда. Здесь мы снова возвращаемся к умным сетям, к организации производства, изменению структуры использования энергии, производства как говорится разного вида топлива, которые будут работать с сокращением газа и многого другого. Но надо понимать, я еще раз к этому вернусь, что если реакторы на быстрых нейтронах действительно появятся в ближайшие 10-15 лет, если мы сможем продемонстрировать на интервале 20-30 лет их высокую надежность, рентабельность, ремонтопригодность, так сказать, ну все, что требуется для нормального промышленного изделия, то скорее всего возобновляемые источники энергии смогут немножко расслабиться и отдохнуть, потому что их задачи уже будет решена немножко другими кардинальными методами. Если же к тому же сегодня активнейшим образом ведутся работы, будут созданы энергетические установки атомные малого класса мощности, там десятки на сотни мегаватт, то есть небольшой мощности, это не ПАТЭС, это не плавающая электростанция, это еще более низкий уровень. Если они будут выведены на рентабельность, будет обеспечена их безопасность и надежность, то с большой вероятностью окажется, что для многих регионов Земли, которые удалены от цивилизации, это не только наша Арктика, таких районов много по Земле, окажется наиболее рентабельным не везти туда провода электрические, не возить туда бензин, керосин или газ, а поставить там свою маленькую атомную электростанцию и на ближайшие 50 лет полностью решить все проблемы с энергоснабжением. Ведь когда солнечные элементы не были еще рентабельными, тем не менее их устанавливали в отдаленных районах, в горных районах, в тех же самом Афоне. Весь Афон, он вообще говоря, заставлен солнечными батареями и дизель-генераторами. Вы гуляете по Афону, подходите к монастырю, издалека слышите рог, этот работает дизель. Вы подходите к какому-то отдельному скиту, отдельной хижине, у него там солнечные батареи на крыше, и он там в Греции спокойно себе, ему хватает электричество, которое вырабатывает солнечные батареи, чтобы жить. В монастырю нет, там дизель как-то тарахтит, а вот для небольшой кири, для отшельников вполне хватает солнца и электричества, которое им внуто. Ну, вообще электричество не нужно, но тем не менее, как-то блага цивилизации, они и на Афоне присутствуют, и дороги там есть, и многое другое, поэтому это решает проблему, а вот централизованных линий электропередач там нету, хотя дизель-генератор и солнечные батареи работают. Поэтому комплексно будут подходить ко всем этим проблемам, комплексно будут решаться все эти задачи, и вот последний, можно сказать, слайд этого, почти последний слайд этой презентации, касается того, а кто же будет развиваться, и кто же будет основным потребителем. Ну, здесь обсуждается потребление энергоресурсов в мире по разным видам топлива, и кому оно понадобится, и где оно понадобится. Вообще, те, кто смотрят на мир реально, и те, кто считают, что не будет найдено новых путей развития цивилизации, кроме того, которым уже прошли развитые страны, они говорят, что вообще-то во всех, так сказать, странах будут использовать нефть, газ, атом, и вот возобновляемые источники энергии, которые сегодня так называются. При этом, те страны, которые развиваются, в них живет больше людей, поэтому им понадобится больше нефти, больше газа, и больше атомных электростанций. Но они их не умеют строить сами. Подходим к тому, с чего мы начали. Почему мы должны и можно строить атомные электростанции? Тех стран, которые владеют технологией производства и добывания энергии из атома не так много. Их круг расширяется. Недавно к нему присоединился Южная Корея, недавно присоединился к нему Китай, то есть Китай строит даже атомные электростанции в Англии сейчас, в Иглтенда. Из этого круга практически уже выбыла такая страна, как Америка, они потеряли многие квалификации. В этом кругу хорошо находится Франция, у них, так сказать, больше всего процент электричества добывается с помощью атомных электростанций. Из этого круга выходит Германия, потому что они решили закрывать атомные электростанции. Но эта история еще с продолжением, может быть, они их консервируют, они же их не разламывают пока, поживем, увидим. Но новые страны, те, которые растут, в которых находятся миллиарды жизней, миллиарды людей, миллиарды детей, они однозначно будут нуждаться во всех видах энергии, которые сегодня существуют. И фактор, связанный с разного рода прогнозами по этому поводу, неизбежно, то есть, ничего не меняется. Как говорится, ситуация повторится. То есть, на интервале ближайших 10, 15, 20 лет мы просто увидим развитие новых стран по той же самой траектории, по которой развивались индустриально развитые страны, как их называют сегодня. И атомная энергетика этим странам будет нужна. Если мы им ее не предложим, они ее возьмут у китайцев, возьмут у южнокорейцев, возьмут у французов. И в этом плане как раз очень важно предложить хороший продукт, предложить хорошую атомную электростанцию и стать той страной, которая умеет это делать. возвращаясь к электромобилям и к прогнозу их количества в общем парке прогнозы очень разные. Но тем не менее практически все сходятся к тому, что на интервале 40-го года, то есть совсем недолго, через 20 лет, когда, грубо говоря, те автомобили, которые сегодня ездят, успеют три раза сломаться, 7 лет средний срок эксплуатации автомобиля считается, так примерно. Иногда больше, но в среднем не больше 7 лет. Электромобилям такой же примерно приписывается срок эксплуатации полмиллиона километров, 7 лет работы на аккумуляторные батареи, то есть они вышли на все эти ресурсы. Так вот, для теплых стран, а это, кстати, очень большая часть тех стран, которые активно хотят осваивать современные технологии, там тепло. Это и Африка, это Индия, это Китай, там тепло. И там могут строиться электромобили. Так вот, однажды, когда Кириенко спрашивали, не боится ли он того, что потребность электричества упадет, он говорит, нет, не боюсь, потому что электромобили появились и будут развиваться. То есть его прогноз был такой, что проще будет построить атомные электростанции для зарядки электромобилей, чем строить тепловые электростанции, а в других уже нельзя построить никаких. И вот, по-видимому, Кириенко был прав. Действительно, большинство прогнозов сходится на том, что рост количества автомобилей, а вы помните, что автомобили, это, ну, вообще автомобили, примерно четверть энергетических затрат транспорта. Значит, получается, что если количество электромобилей будет расти, то можно говорить о том, что доля атомной энергетики тоже с необходимостью может возрасти. Потому что это потребители, которые требуют электричества всегда и везде, и днем, и ночью. Как и в те часы, когда нет ветра, когда нет солнца, тогда работают атомные электростанции. То есть, эта вот сезонность и потребление энергии в разные часы, фактически автомобили, электрические автомобили, электромобили, они решат проблему того, что ночью некуда девать электричество. Его будут закачивать в автомобиле, в те самые, которые будут ездить по теплым странам, ну и по холодным тоже. Я снова возвращаюсь к картинке Е равно МЦ квадрат, потому что здесь внизу приведена табличка, которая уже была, которая я поскочил, незамечена. Это про мегатонные и килотонные. На самом-то деле, самое интересное, здесь правая страничка, это количество килограмм, которые превратились в энергию. Вот у одной гигатонной бомбы, такой бомбы никогда на Земле не было, никогда ее не взрывали, никогда взрывать, надеюсь, не будут, максимальный взрыв был 50 мегатонн, 43 килограмма превращается в энергию, Е равно МЦ квадрат. Но я хотел обратить внимание, что если это не в виде взрыва происходит, а в виде сжигания нефти, газа и всего остального, то те же самые килограммы превращаются в энергию. Поэтому, если перемножить в порядке, посмотреть все, что происходит, то выясняется, что вообще-то на Земле сотни килограмм в год массы превращаются в энергию. Но мы знаем, что самый хороший способ превращения массы в энергию это термоядерный синтез. Но водородные бомбы взрывать не хочется, это как-то неправильно. И КПД не тот, и профит не тот, и выход, и польза, и так далее. А вот зато создавать термоядерные реакторы очень даже пользительно. И хочется, и можется. Я не буду эту тему сегодня цеплять сильно и далеко, но хочу обратить внимание, что через тысячу лет, когда у нас будет заканчиваться уран, и реакторы на быстрых нейтронах его весь превратят в плутон, а потом в электричество в рамках замкнутого цикла, самое время настанет для термоядерных реакторов. Для тех, которые, как говорится, сегодня уже созданы их 300 токамаков, и строятся новые террорские, надеются получить положительный результат, научиться зажигать Солнце на Земле, но у них есть огромный запас времени благодаря тому, что предыдущие технологии ближайшие 100 лет будут успешно работать. Есть такой маленький токамаков МИФИ, видите, у нас же написано, токамаков учебный, МИФИС называется. Это студенты, которые его собрали, он совсем маленький, но он очень интересный, и самое главное, он настоящий, и в нем можно будет, ну пусть не зажигать Солнце, но двигаться в том направлении, в котором нужно будет нам оказаться через где-то тысячу лет. Так что забавно, но ученые сегодня работают над тем, что понадобится экономистам и вообще всем жителям Земли не завтра, не послезавтра, а вообще говоря, через сотни лет. И этим занимаются в том числе в МИФИ. Спасибо за внимание, до свидания, всего хорошего.